Давайте для олдов, для фанатов моих реакций-эрекций. Просто название прям так меня интригует. Так что давайте позырим. Привет. Подальше надо меня держаться от Ютуба. Звук хороший, не завезли сегодня. Читайте описание, господа, подписывайтесь. Ну что ж, привет всем одетым и вскоре до свидания. Я слезно, стоя на коленях, прошу прощения у всех новоприбывших, которые пришли сюда с прошлого видео. Сегодня не будет никаких обзоров на странных мужиков, я на этом канале вообще-то и стою рассказал. Спасибо огромное. И зайдет там, где не зайдет пиздичь. Спасибо большое за донат. В общем, да, все слушайте песню «Блядский цирк», смотрите клип. Сказываю. Добро пожаловать. Хотите? Оставайтесь. Не хотите? Бог вам судья и пропадите пропадом. Так, тема у нас сегодня наивкуснейшая. Просто балдеж на палочке. Называется «Извращенцы в моей жизни». Услада для ушей. Итак, начинаем. Вообще, типа, вот, прикиньте, на меня подрочили в метро. Ну, я понимаю. Только посмотрите, как меня покрасили. Жас прекрасно. Из какой-то засаленной шатенки вот в соблазительную зефирку. Хоть сейчас бери и с друзьями у костра жарь. Пожарь. Вот эта девочка. Шоколадкой угостила. Я рассказала много при забавных историях. Слава богу, она не додумалась создать канал на YouTube. А то пришлось бы ее убить. Потому что я не терплю. Сейчас дайте я проверю на щелчок быстренько. Есть или нет? Да, все, заебись. В общем, я баран и все хуево делал. Конкурентов. Санкт-Петербург. Записывайтесь обязательно к вот этой девочке на покраску и на пострижку. И будет нас, наконец-то, уже двое красивых в культурной столице. Самцов делим 70 на 30. Потому что я не терплю конкурентов. Это я так, если что, пытаюсь на стуле перевернуться. Тупая. Началось все 22 года назад. Я, значит, в генетической лотерее вытянула счастливый билет. Родилась с женщиной. Мне говорят, что он счастливый. Я охотно верю. Я вот по сей день сижу и радость в душе небывалая. Советую всем. Особенно Володе из прошлого видео. Прикиньте, сколько он на залетает и на отжимает на радость. Ладно, все, забыли про Володю. Хотя, как про такое забыли? Итак, короче, я уже с вами тут мальчики и девочки. Чалюсь где-то 22 года. И за свою долгую жизнь я прошла Афганскую войну. Во-первых. Во-вторых, ни разу еще не встречала девочек, которые бы на мои истории про извращенцев реагировали как-то типа Как это удивительно, нетипично и незнакомо. Нифига. Они начинали меня по очереди перебивать, говоря, ой, это еще что? Это еще что? Вот у меня случай был. После этого с родственниками не праздны. Особенно в бане. У меня нет истории про изнасилование. Прошу меня простить. К следующему ролику подготовлюсь получше. Просто расскажу о максимально типичных, слегка романтичных, отчасти безобидных случаях. Но это не для меня безобидный. Судя просто по разным инфоповодам, это очень много кого ранит. Вот такое вот. Я, если честно, только благодаря ним узнаю, что оказывается я тут вся... Ну давай уже траве, как дрочили-то? В травмах давно сижу. И мне очень срочно нужна поддержка. Хотя материально нужна. Я на самом деле на себе вот ничего не нахожу. Но точно найдете вы, написав, что я прячусь от боли за шутками, а в моих глазах отчетливо видна вселенская печаль. Не будем мешать вас радости и начнем. Случаи были разные, но все как-то подбор, да вот, репотешные. Самое прикольное будет в конце. Я по хронологии пойду. Итак, помню свое первое знакомство с мужским пенисом. Как будто женские бывают. Я была вот, ну, маленькая, короче, у старухи, у бабули. Я просто иногда бабушку по приколу называю старуха, но ей не прикольно. У бабули я была на даче, она не всегда могла за мной следить, потому что она у меня вообще женщина занятая. Даже если она уже попеределала все дела, она придумает себе новые и бессмысленные. По типу, так, ну воду я помыла, пойду сахар посолю. И пошла, давай. Ну да, да. Часов на десять. А я сижу без присмотра на кольце, надуваю вот это пузыри и соплей. И смотрю, за забором стоит дяденька. И на меня так очень пристально смотрит. Я думаю, ну, поиграем давай. Ну, я посмотрю на него тоже. И он на меня тоже, и я на него тоже. Ну, вот, ну, короче, мы друг на друга смотрим. Казалось бы, что может пойти не так, столь обыденной истории. Однако, вот этот дядя, смотря на меня, начинает спускать свои штанишки. Ну, а я уже как бы в глаза смотреть не могу, смотрю штанишки. И думаю, ну, что то хуйня, что это? Короче, достал свою свистульку и стоит, свеч на меня смотрит. Сектор прист на барабане. Я поняла, чего ты хочешь? Он еще на меня так вопросительно смотрит, типа, ну? И я так, ну, ладно, ничего я не делала. Я вообще не помню, что я думала и делала. Это я сейчас так для потехи. Помню, что он просто так вот постоял со своим братишкой. И вот он спрятал его и пошел дальше. Не дождавшись аплодисментов. Ни от кого и никогда. Больше всего такой фигни случалось вообще, когда мне было 12-14 лет. Видимо, пик моей интимуальной привлекательности. Я теперь пытаюсь как-то, знаете, так это не произносить. Какие-то там такие пограничные слова. YouTube вообще очень странно работает. Типа, слово секс нельзя. Когда уже подрочили? Когда уже? А передоз можно. Заплатим. Двойная ставка. Второй случай, да. Вот, например, ехала я в автобусе. И было очень там много людей. И, естественно, всех друг другу жмутся. Но кто-то, он как бы жался больше всех. Я посмотрела, ну, сзади. А это был кондуктор. Слушай, знаешь, если это Морана Баттери на минималках, то я как-то, блядь, лучше на минималках. Потому что... Я подумала, может, мне показалось. Ну, типа, странно думать на человека, что он тебя трогает. Когда тут как бы все люди друг друга трогают. Такая вот автобусная оргия. Ну, вот что-то он жмется, жмется. Потом кладет руку мне на жопу. Я думаю, я так понимаю, оплачено. И причем, знаете, такое нелегкое прикосновение. Типа, я могу рассчитывать на еще одну встречу. А такая нормальная, такая охватка. Типа, гнида, верни косарь. Несмотря на то, что никаких последствий в виде ненависти к мужчинам или боязни ласк у меня не было. Коричневая, как бы это. Я все равно тогда почему-то очень испуганно выбежала из автобуса и еще три остановки шла пешком. Могла бы, на самом деле, заорать на весь автобус. Могла бы плюнуть ему в лицо, в его кондукторскую сумочку, его лицо еще раз. Но нет, почему-то это как-то стыдно. Я не знаю, странные вообще эти женские загоны. Хотя сейчас у меня их нет. Сейчас бы я, наверное, такая прочувствовала, думаю, ага, ладно. И на весь автобус бы, наверное, сказала. Дамы и господа, прошу минуточку внимания. Если у кого вдруг есть жопа, то я рекомендую держать ее на большом расстоянии от вот этого вот дьявола. Спасибо. Тогда нет, тогда нет, что-то я пойду-ка я погуляю. Срочно захотелось. Еще, кстати, в автобусе было, но уже не в переполненном. Я стояла в конце автобуса, то есть все, кто был, они как бы повернуты ко мне были спиной. Всю жизнь. И рядом какой-то парень со мной сидит. На мне была только майка и не было лифчика. Ну, это потому что, как бы, знаете ли, лето, жара. И потому что я шлюха, конечно же. Я смотрю, этот парень включает камеру на телефоне и снимает пол. Ну, я так отрешенно смотрю в окно и снимает пол. Я в это дело, конечно, не полезла. Мое дело стоять со сками светить. Потом автобус тормозит. Этот парень резко встает. Так вот оттягивает мне майку и снимает все, что там есть. Я пока успеваю понять. Ну, я, естественно, там буквально все за секунду произошло. Я, естественно, такая, нет. Это моя прелесть. А он все, уже выбежал из автобуса и дал дерг. Мне кажется, это высшая точка бытия просто для любого папарацци. Вот такой. Пошел. Я не знаю, я посмеялась тогда. Это какая-то неадекватная реакция, да, конечно же, вы скажете. Ну, давайте, начинайте ставить мне диагнозы. Я, кстати, хочу снять вот уже видос про типы подписчиков. Потому что один из типов это вот эти врачи. Мне кажется, у меня есть все уже диагнозы от подписчиков о каких-то психических заболеваниях. Так, вот в 15 лет была замечательная история. Мы как-то с мамой оказались на Кубанской бахче. Бахче, это там, где, ну, вот поле с арбузами и дынями. Так вот, мы там оказались с какими-то мужиками глубокой ночью. Отличная вообще замена детскому лагерю, спасибо. Я, честно, даже не помню, чем мы туда поехали, как мы там оказались. То ли это были ее друзья, то ли это были друзья ее сестры или подруги. Мы на пару часиков типа к ним заехали. У них там стол накрыт, они, короче, сидят винишку, пьют. Мама с ними тут что-то кушает, ля-ля-ля, болтают. Мне было сначала с ним с ними очень весело, когда я ела. Когда я уже наелась, мне как-то стало скучно. Вот, и я говорю, а у вас тут есть какие-нибудь животные? Еще не подозреваю, что они сидят прямо передо мной. И один мне говорит так по-доброму. Он не знает животные, козочка есть, хочешь покажу? Я говорю, конечно же, только дурак бы отказался, пойдемте. Мы идем куда-то, далеко от стола, и там действительно, оказывается, загон, и там реально козочка. Но было очень темно, то есть я даже эту козочку не видела. Что-то просто очень волосатое было у меня под руку. Нет, история не об этом, это сейчас реально случайно получилось. Вот мы подошли, я слышу, что-то копытцами там где-то внизу бьется. И он мне такой, хочешь погладить? Да. Очень хочешь погладить? Ну ты тупой, да. Ну тогда наклоняйся и погладь. Ну наклонюсь и поглажу. Что это вообще за тон дешевого козанова? Кстати, почему вот мужчины за 56 решили, что если говорить все типа... То им помогут соблазнить. И ноги сразу, знаете, как рожатая прищепка, типа, простите. Ну так я наклоняюсь гладить козочку. Заметила случайно, что меня-то сзади тоже нифигово наглаживали. То рукой-то 21 пальцем. Я тебя подержу, говорит. Я просто наклонилась, а меня сзади профессионально страхуют. Чтобы я вдруг не упала. Думаю, вот это сервис. Безопасность превыше всего. Вот это я уважаю. Тупорылая картина образовалась. Я глажу просто козочку, наклонившись. А меня держат, как будто я инвалид. Причем инвалид в какой-то порнухе. О чем он вообще думал, я понять не могу. Я же смогла спокойно рассказать маме. И тогда ему ничего бы не было. И хорошо, ладно. Я кажется, поняла, как это работает. Ему реально ничего бы не было. Не потому, что у меня мама сказала бы, типа, а чего? Такой хороший мужчина, в порядке. Если бы моя мама, например, прикиньте, ну, заорала бы она там. Может, нас бы вообще убили, чтобы мы никому не рассказали. Короче, мутная история. Ну, я такая, все, говорю, я нагладилась. Спасибо. Давайте мы обратно пойдем. Кстати, в 15 я уже что-то начала маме рассказывать о таком. Я говорю, мам, тут такое дело. Мутноватое. Это местечко для семейного отдыха. И мы уехали сразу, по-моему. Самая сейчас банальная история. Это когда ты стоишь в метрополитене в юбке. А на пару ступенек пониже стоит оператор. А ты вроде ни с чем не снимаешься, но с этого момента снимаешься. И он вот снимает или фоткает то, что у тебя там под юбка. Ну, я понимаю. Это типа фетиш у кого-то такой. И вот меня вот так вот сфоткали, да. Надеюсь, ему хоть понравилось. И давайте последнее, самое... Что там, блядь? У кого-то такой. И вот меня вот так вот сфоткали, да. Надеюсь, ему хоть понравилось. Ну да, что-то как-то. И давайте последнее, самое... Не придумала прилагательное. Вот я сижу поясничаю. Самое прикольное, короче. Ой, я тогда молодая была. А красивая, ой, хоть музей вешай. жизнь несправедливая этим прекрасно как вот электричка была последняя поэтому уже почти пустая типа там ну сидела может человека три-четыре я была одета простите но в юбку выше колена я уже говорила почему это потому что я шлюх у меня было дикое желание вот когда я выбирала одежду дикое желание нагло спровоцировать кого-то на домогательство я это просто уточняю чтобы вы там уже не писали эту банальщину да я вижу же пальчики уже забег я короче сижу у меня вот так еще ноги знаете я поставил на противоположную скамейку уже почти доехали до москвы и я от телефона решаю оторвать взгляд посмотреть в окно что же с москвой стало за последние 10 лет благодаря нашему любимому мэр смотрю окно и ничего не вижу темно я вижу только отражение электрички а там я в это отражение вижу что там сидит очень такой мужчин который себя немножко трогать хочу я подумал показалось не не хочу смотреть на него пристально чем там трогать потому что его голова конкретно прямо на меня была направлена ну дядя и дядя господи ему было вот ну лет сорок наверное он был явно под действием напитка который выбирал наверное по принципу по градусу на каждый год блин как я завернула ну типа водка 40 градусов ему 40 лет сколько можно объяснять вам шутки дети что еще был очень пьяный может даже обдолбанный взгляд у него был очень-очень потерянный типа вот такой и он сидит и трогает думаю может думать что он в своей постели уже давно ладно ты посмотрит и смотрит но трогает и трогает но убьет и убьет господи я девка не заморочена электричка уже начинает замедлять ход этот вот мужчинка подрывается я это все отражение становится вот и стоит где-то в метре наверное от меня если не меньше я на него конечно же поворачиваю смотрю на его глаза они смотрят на мои ноги смотрю на то что у него штанах а то что в штанах смотрит мне в глаза ну типа играется я очень растерялась и вообще не успела ничего сказать я не заинтересована вашим товаре он уже кончил и пошел просто вышел из электрички причем если тот который из меня майку стянул он просто убежал он как бы понимал что это ненормально то это просто выстегнулся и пошел ну типа прикиньте да просто мужик в электричке другие люди просто подошел и это кревый вечер делать нечо там где нет тебя а снег и идет мне в ноги ты все что была отсута песню глюкозы хорошо хоть снежинки ртом не ловил ну короче вот кому-то может кланяться в ноги а мне в них кончают не знаю чего-то про то но главное лицо пафосное вот уже просто кончил двух сантиметров на от моих ног я сочла это за величайший комплимент и сразу этот комплимент даже сфоткала подружкам отправила вот вам показывать не буду я думаю вы мне за это благодарны собственно вот такие приятные сюрпризы иногда преподносят нам жизнь и наличие вагин а теперь викторина я хочу сказать а теперь предлагаю девочкам похвастаться в комментариях подобными историями посмотрим кто кого переплюнет вот файт а мальчикам предлагаю свои услуги простите профессиональная привычка мальчикам предлагаю тоже написать какой-нибудь комментарий чтобы продвинуть вот это вот видео а зачем его продвигать нужны причины если вы постоянно будете узнавать про причины вы станете причинником а таких не уважают я точно буду постоянно вас видеть к дозоре причинник идет причинник причинник дебилизм уже какой-то пошел надо видео заканчивать что ж ребята спасибо что досмотрели поставлю за вас свечку куда не скажу и да помогут вы сами ну да она кекает на из приобретом признание ты прячься от боли за шутками в них видна вселенская печаль так блин ну чё ж такое все длинное что короткое типа я дрочил там это работал кондуктором девчонка хватился за него очень похоже на автора этого канала а бомжи там сосутся это я даже читал наверное я открывал этот видос читал комменты но не смотрел без с вас мужик хотел отсосать да в общем такое а концовочку